Приветствую вас! Открою вам небольшой секрет, а именно, что если вы сомневаетесь в том, любите любить человека или нет, то вы, скорее всего, этого человека не любите. Это первое, потому что любовь – это кто, в общем, вообще говоря, сомнений не возникает, а любые сомнения трактуются в пользу нелюбви. Следующий момент, на который я хотел бы обратить ваше внимание, это на связь прекращения сексуальной активности с вашими чувствами, а именно с их пропажей, с их затуханием, с их охлаждением. Не кажется ли вам это странным и самое главное, что любовь – это вот это, любовь – это вот это, то, что вы описываете, вы перечитаете то, что вы написали. Как только у вас пропала интимная близость, вы сразу начали чувствовать холод к ней и желание идти своим путем и новым. Так, о какой любви вы говорите. С другой стороны, с другой стороны, речь идет о том, что у вас есть некая числа вины перед девушкой, числа ответственности перед ней, завышенная явно, что делает из вас несвободного человека. И, наверное, нежелание потерять ее. То есть вы не хотите упускать того, кто вас любит. Так это выглядит. И это, наверное, очень серьезный вопрос. То есть, что для вас значит тот факт, что человек вас любит. Почему вы скорите себя за то, что можете с ней расстаться. Лично ваша особенность заключается в том, что вы на сексе выстраиваете отношения и на сексе принимаете решение, жить вместе и всякое такое. То есть между вами нет духовной связи, между вами нет личностной связи, общих интересов каких-то и так далее. Вы подумайте, если хотите вот отношения гармонизировать, насколько много между вами общего. Просто вот что общего. Ну, секс, понятно, что еще. Вот. Дальше. Дальше. Больно. Сделать и больно. Здесь тоже очень важный момент. Вы больно. Сделать не можете. Вот у вас есть проблемы с личными границами. Когда вы пишете, что девочка беспокоит тот факт, что вы стали холодными и меньше проявлять внимания. Это ее собственная проблема, как правильно сказал мой коллега, но вы за это очень ответственны. То есть вам нужно поработать с личными границами своими. И вот здесь, наверное, стоит сказать следующее. Что разобраться в себе, определиться с тем, что еще вы чувствуете, поработать с своими чувствами. Именно вам, не ей. Именно вам. Разобраться в себе позволит. Разбор в себе позволит сформулировать свою позицию, свое видение. В целом вообще глобально. Сейчас у вас этого по сути нет. Сейчас вы движетесь вот куда-то в сторону неких импульсов, да, и треугольника Кармана. Когда считаете себя ответственной за девушку. Хотя на самом деле это не так. Вот. Ну, в плане того, что ее чувствует ее чувств. Да, может быть, вы выдавали за любовь свое сексуальное влечение к ней. Да, ваша ошибка может быть заключалась в том, что вы поспешили в отношениях и недостаточно осознанно подошли к тому, что является фундаментом для отношений. Это правда. Но ключевой момент в том, что вы сейчас, испытывая холод, испытывая снижение интереса к девушке, вы боитесь ее потерять. Точнее, боитесь потерять не ее, как вы, наверное, понимаете в губе души, хоть вам, скорее всего, это неприятно, потому что у вас есть чувство вины. А вы боитесь потерять именно ее отношение к себе, ее любовь, свою важность для нее. Это то, что вам нужно быть важным и чтобы вас любили. И вот от этого отказаться вам сложно. Вы не заром, не просто так пишите о том, что я не хочу терять, что я там чувствую себя дураком, я не буду цитировать это слово, которое вы употребили. Я чувствую себя дураком и так далее, да? То есть вы себя корите за то, что можете оттолкнуть человека, который вас любит. Вы так не называете ошибкой, если вы, там, вот, ну, разорвитесь на нее отношения. Но, смотрите, при наличии любви страха потерять нет, наоборот, есть готовность отпустить, потому что это любовь. У вас такой готовность нет, у вас есть страх потерять. То есть желание удержать. То есть сведение ценностям человека к некой такой вот материалистичной природе. Причем, как своей, так и ее. И начать, в первую очередь, в результате, потом с вашей девушкой и дальше уже по нарастающей. Понимаете? Да? О чем идет дальше? Вот, если бы вы имели в себе то, что вы потеряете при разрыве отношений, сейчас было бы гораздо лучше. Ну, сейчас ничего такого не происходит. Потому что вы считаете абсолютно нормальным корить себя за то, что у вас к ней чувства не совсем такие, какие у нее к вам. Если вы считаете нормальным брать ответственность за человека, если вы думаете, что можете кого-то потерять. Ну, девочка не ваш раб, да, и вам не принадлежит, соответственно потерять ее вы не можете. Вот. Тут как бы о принадлежности вообще можно ставить вопрос и в контексте своего собственного тела. Телом вы управляете только, но поскольку вы его не выбираете и оно вам дается, вот, то можно сказать, что и тело вам не принадлежит, потому что не вы его выбирали. Вот. И вопрос о том, что действительно может принадлежать человеку, он очень хороший. Понимаете? Это, вот что интересно, позволяет многие вещи не то, чтобы опускать, да, а смотреть на многие вещи несколько более спокойно, менее собственнически. Вот. Что не означает снижение их ценности, но более, так сказать, трезвое восприятие, такое менее фанатичное, менее такое радикальное, да, вот, менее зависимое, безусловно. То есть вот на эти моменты я хотел бы вам обратить внимание. И еще один очень важный нюанс. Ситуация, в которой вы сейчас оказались, представляет из себя своего рода пад. Пад. Что такое пад? Ничья. Ни там, ни там. Сейчас вы не можете с точностью сказать, что любите девушку, а значит, что будете с ней в отношениях, да, что любите девушку, а значит, что будете с ней в отношениях, да? Ну, готовы вкладывать что-то. Ну, именно уже ваш что-то общее, да, ваше. Ну, с другой стороны, вам девушка цена, и вы не хотите ее терять. Результат у данного только такой, что вы, находясь в отношениях, имеете все плюсы отношений. Ну, не имеете обязательств, то есть вы, находясь в отношениях, обладаете правами в этих отношениях и не имеете обязанности. Понимаете? Сходя из этого, я могу предположить, что вы боитесь ответственности. Вы просто боитесь ответственности. Вот это пугать, потому что вы, судя по вопросу, не доверяете себе, вам сложно предпринимать непростые и неоднозначные решения, значит, вы себе не доверяете. Соответственно, вы боитесь ответственности, потому что проконтролировать это невозможно, а реагировать как-то вот в такой полной мере, да, своевременно, спонтанно вы не можете. Вот. И вся эта ситуация может быть связана еще и с этим моментом, что вы просто боитесь ответственности, что по причине доверия себя вас напугает. Ну, и исходя из того, что вы испытываете через свою жену перед девушкой, ответственность для вас может носить ярко выраженный негативный характер. Вот. И, соответственно, то, что вы делаете сейчас, это, ну, по сути, пытаетесь примирить нежелание ответственности и желание быть в отношениях. Вот конфликт тоже нужно разрешить, потому что страдаете вы и страдает девушка ваша. Я думаю, что у меня вне зависимости от того, как вы к ней относитесь, она этого не заслуживает. На этом все. Я надеюсь, что помог вам. Желаю всего вам самого доброго, удачи и надеюсь, что ситуация расширится. Надеюсь. Ооо. fikga. Корректор А.Кулакова. Корректор А.Кулакова. Как и explicit, Würuan отв cheers apply? А увидев. Ч desses?